Йоу-йоу, приветствую! Вы на канале Тупой Комяк, меня зовут Павел, и сегодня немножко смешанный формат. Ко мне обратился один молодой человек, тезка, его тоже зовут Павел, ему летом 25. Я, конечно же, отказался помогать ему бесплатно, и посмотрим, к чему это все привело. Ну а чтобы рассказ с этим случаем, вот с этим человеком, был более такой наглядный, мы его скрестим с адвокатской конторой Жорин и партнером. Алло, облакат? Ну ты подписался? Кто такой Жорин? Жорин это адвокат, он восседает в Москве, это довольно хитрый, ушлый, такой хайповый адвокат, который чуть ли не бесплатно помогает всем известным, очень известным блогерам или артистам. Лично для меня было большим удивлением, когда на его сайте я увидел, что они занимаются моим любимым 214-м федеральным законом, законом о дольщиках. А конкретно они занимаются просрочкой передачи квартиры дольщикам. Лично для меня вот этот вопрос просрочки, он очень легкий, очень простой, решается буквально там за два заседания в суде. Но как смотрит на это Жорин и его команда, мы, естественно, позвоним и узнаем. Звоним Жорин и партнеры. Здравствуйте, Евгения, меня Павел зовут. Да, Павел, слушаю вас. Хотел уточнить по поводу ДДУ, работаете вы или нет, я так вижу на сайте, что работаете. Интересно, как это все у вас происходит по ДДУ, сколько стоит, естественно, договор, сколько это все под ключ, так скажем. Ну и интересно, другие какие-то вопросы вы решаете или нет. А какие-то вы уже сами писали, может быть, претензии или требования, или еще, в принципе... Еще нет, нет. Даже не рассматривали, да, этот формат. Проводится консультант с специалистом, чтобы уже более подробно понять, да, перспектив вашего вопроса, что можно сделать, что вы можете сделать самостоятельно, либо уже мы будем вести, да, все действия по вашему вопросу. И в данном случае есть специалист, который этим направлением занимается, у него консультация по стоимости составляет 5000 рублей. Там, сам просто лично Жорин не ведет это направление, но в принципе сейчас нет в России, поэтому... Поэтому подумайте, если у вас устроит формат по поводу стоимости, представление интереса, то, знаете, я вам пока точную цифру не могу назвать, потому что пока не очень понятен объем действий. А по этапу консультации, конечно, мы уже коммерческое предложение индивидуально для вас составим, и вы подумайте, мы различные варианты, да, можем представить. Ну, насколько я понимаю, я просто пошукал внутренники, там ничего такого трудного, это нет. Насколько я знаю. Тем более, поэтому, может быть, вы после консультации скажете... А что за... Нет, я... Хорошо. Я сам все сделаю. В вашей консультации что будет? Какие там? Спектр услуг, там, что... По итогу мне будут правовой анализ договора. Договор, да, конечно, это будет анализ и анализ перспективной ситуации, там, по сумме, то, что, может быть, у вас ожидания одни, а в рамках судебной практики мы вам уже... Ну, мы... Скажем, да, сколько вы сможете изыскать и так далее. Да, хорошо, смотрите, речь-то, в принципе, не в этом. Дело в том, что я в общих... В общем, все, в общем, я все знаю. Я вижу, что у меня договор, какого числа там, да, заканчивается. Вижу, что он у меня уже полгода просрочен. Захожу на сайт на любой калькулятор, вбиваю, ввожу, все, мне дает там полмиллиона рублей неустойки. Это все понятно, что там срезают и так далее. Это я и так все знаю. Мне надо... Интересно, сколько стоит это все под ключ. Нам для того, чтобы понять вот эту историю, мы же должны тоже в нее погрузиться. Адвокату, чтобы понять, сколько это будет стоить, нужно посмотреть, какой это суд, ваш договор, стоимость задолженности, да, была претензия или нет, кто застрой... Ну, скажите, почему? Почему, когда речь заходит о известных каких-то юристах, адвокатах, они никогда не могут сказать точную цену, сколько это стоит? Статья 10 закон о защите прав потребителя заставляет любого продавца услуги или товара четко сказать цену. Цена должна быть точная в рублях, не в каком-то процентном соотношении, не от того, что, а вот это вот от того зависит, а еще то, сейчас мы придумаем формулу. Не должно быть так. Четкая цена должна быть. Конечно, тут может быть много факторов, различных от которых складывается цена за все услуги, но они должны точно их сказать. Например, 10 тысяч рублей стоит анализ вашего договора, 20 тысяч рублей стоит написание иска, 5 тысяч рублей стоит написание претензий, представление интересов ваших в суде стоит 50 тысяч рублей в первой инстанции, одно заседание, например, тоже может быть стоить 5 тысяч рублей и так далее, но цены точные. И я вам даже скажу, почему они так делают. Жорин и его команда, они, конечно, люди публичные, они стараются артистам помогать, известным, популярным блогерам. И вот к ним обращается какой-то человек. Если он простой, тогда ему можно простые цены сказать. А если он не простой человек, а если он богатый, тогда, конечно, они смотрят его договор и видят в договоре, что квартира у него стоит 200 миллионов рублей. И такой вопрос, а будут ли они вот такому богатому человеку за обычные цены предоставлять услуги? Конечно же нет, они, конечно же, их поднимут. И именно поэтому, на мой взгляд, они не говорят цены сразу. Я имею в виду, сумма, которую вы будете требовать, она будет зависеть от суммы иска? Вы знаете, это не основной критерий, но нам тоже нужно понимать, какая это сумма, потому что у нас самая такая минимальная стоимость предоставления интересов, это около 100-150 тысяч рублей. Просто может быть так, что вообще это будет нецелесообразно. Ну, они же в суде же мне вернутся эти деньги же вернутся? В суде мне эти деньги же вернутся? Ну, в судебной практике вам не все это вернется. Сколько? Поэтому это все нужно обсуждать. А сколько? Есть какое-то понимание, сколько вернется? Да я, в принципе, готов, у меня деньги есть. Поэтому, в зависимости от суда. Мне просто надо, ну, отомстить, так скажем, дать по зубам наглому застройщику, который уже полгода бизнес-класс. Даже по судебным расходам, да, то есть вот по договорам, ну, там, 50-100, 100 это самый максимум, то в среднем 50 у вас будет, хоть вы миллион заплатите за юридические услуги. Максимум 100 тысяч вернут, да? 60-100, ну, 100 максимум, да. Я просто, ну, зашел на Мосгорсуд, посмотрел, там максимум 30, 35, 25, 100 тысяч не видел ни разу. 50-100, нет, в среднем 50-100 бывает, но... Ну, я вот не видел, я ни одному не видел в гражданских судах 100 тысяч, чтобы возвращали. Это у вас какая-то своя практика или... Нет, были, были. Были? Почему, были, ну, зависит от суда, я не знаю, конечно, может быть, вы все посмотрели там решение, но... Ну, я на Мосгорсуд зашел, Мосгорсуд зашел, там же все обжалования тоже бывают. Да, все, да, конечно, общая база. Я понял, хорошо, а еще скажите, то есть, вот, допустим, я заплатил 5 тысяч, мне дают какую-то консультацию, бумажка какая-то будет о том, что вот, проведен такой-то такой... Нет, нет, это устный формат. Устный формат. Ну, и коммерческое предложение потом, но оно тоже... Ну, а если, да, если устный, если формат будет устный, и мне что-то не понравится, или вам что-то не понравится, как потом решить концы с концами, с 5 тысячами? Вы знаете, у нас соглашение есть, да, это первое, а второе мы подписываем акты, это отдельно уже... Ну, а в акте мы что пишем, что мне все рассказали, а что именно? Если потом я иду, допустим, смотрите, я просто... Ну, как все рассказали, да, вы, честно говоря, немного уже как-то придираетесь, да, вы же понимаете, что услуга, что значит все рассказали. Ну, то есть, возьмут вашу ситуацию, канализируют, соответственно, дадут вам какое-то решение, да. Дальше, если вас как-то качество не устроит, ну, будем встречаться в суде, тогда решать этот вопрос в судебном порядке. Ну, это так происходит. Ну, я просто... То мы уже и не оплатите консультацию, да, то, естественно, мы будем решаться уже в суд, и наши с вами моменты решать там, ну, как и везде. Я понимаю, ну, смотрите, я просто к тому, что я даже заранее, заранее, сразу же заплатил вам 5000 рублей, чтобы вы мне уделили время. Вы мне уделили время, устно рассказали, устно. Я потом на основании вот этих вас устных рассказов обратился в суд и проиграл. Как я потом докажу, что это вы мне посоветовали? Ну, будете доказывать в суде. Ну, вот, а не легче ли сделать договор так, чтобы все это было, чтобы потом вы мне дали рецензию какую-то, претензию по результатам экспертизы, вот этой вот консультации? Нет, мы заключаем соглашение на устную консультацию. Если вы хотите от нас получить какое-то, как вы говорите, претензию, рецензию и так далее, это уже письменные документы, и это соглашение уже на определенный документ. То есть, я понял. Мы заключаем соглашение на устную консультацию. Виктория, да, вас зовут? Евгения. Скажите, пожалуйста, значит, правильно я понимаю, что устная консультация, может быть, даже и не адвокатник какой-нибудь, и не вы, а какой-нибудь мальчик с подворотни, наговорит мне все, что угодно, а дальше я уже буду доказывать, что это было и как, правильно? Вы знаете, в теории это, конечно, возможно, но у нас все-таки коллегия как-то очень своей репутацией дорожит, потому что мы ее не один год, скажем так, нарабатывали, поэтому у нас таких практик нет. А как? Ну, понятно, что я сейчас вам клясся, и там, ну, понимаете, да, и вы как-то должны на доверие с нами. То есть, конечно, у нас не будет это никакой помощник, это адвокат, либо юрист по вашему вопросу, то есть здесь у нас таких историй не бывает, у нас руководитель очень строго к этому подходит, поэтому никаких стажеров, помощников или специалистов, которые не занимаются этим направлением, конечно, вам эту консультацию не будут проводить. У нас очень это строго. Но здесь, повторюсь, на вашей вере, да, то есть... На доверие, я понял. Ну, конечно. То, вот самое главное, когда приходишь к юристу, они говорят, не надо никому доверять, только документы, только факты, а иначе в суде вы рассыпетесь. А тут и бац, и никаких документов нет. Ладно, хорошо, я понял. Мы ни в коем случае не навязываем нашу... Да, я, конечно, я понимаю. ...не устраивает, ну, конечно, вы же можете обратиться в другую компанию, где вам... Я просто... Документы, заключения, и может быть, вас это даже больше устроит. Конечно, да. Еще вот маленький такой вопрос. У вас только по неустойке или еще может быть, допустим, разница в площади? Я точно знаю, соседям сделали другую площадь. Это все входит туда? Вы вообще работаете или только по неустойке? Нет, почему это тоже можно обсуждать? Просто здесь, опять же, нужно изучать договор, потому что разница в площади, она допустима иногда по договору у застройщиков. Ну да, у нас-то допустима, но я прочитал в интернете, что это не беда, можно отсудить. Правда, нет? Ну, можно, но понимаете, опять же, да, сколько процентов у вас вот эта разница составила по площади? 0,8 квадратных метров. Мало? Мало, очень мало. Из 70-ти 0,8. В договоре прописано, что это возможно. Да. Вряд ли вы в суде что-либо докажете. Я понял. Но за счет неустойки вы сможете каким-то образом, да, компенсировать, если у вас это есть. Конечно. Даже если в самом договоре указано, что за разницу в площади никто никому ничего не должен, это не значит, что нужно такому договору подчиняться. Такие пункты в договоре прямо ограничивают ваши права в соответствии с законом. То есть закон предусматривает, что вы должны платить только по факту. 70 квадратов получили, значит за 70 и платите. А их договор говорит о том, что вы заплатили за 70 квадратных метров, а получите 67 квадратных метров. А разницу мы вам не дадим. Так вот, такие пункты договора нужно отменять. Обязательно нужно отменять. И вот эта девочка, как и многие другие герои, барыги, юристы, адвокаты из моих роликов, не знают про это. Почему? Потому что не занимаются этим плотно, глубоко. Только поверхностно. Ну, давайте за просрочку их нагнем. Это может сделать абсолютно любой юрист, абсолютно любой студент. И если бы вот эта вот большая компания, Жорин, его партнеры, их там много, знали бы хотя бы чуть-чуть, занимались бы этим, они, конечно же, сказали бы, что да, возможно, можно и не выиграть, можно проиграть, но требовать это и до суда, и в суде нужно обязательно. Вы сами подумайте, в Москве некоторые объекты бывают по 500 тысяч рублей за квадратный метр, по миллиону за квадратный метр. А если их там 3-4 квадратных метра, это очень большая сумма. Драться за них нужно обязательно. У вас на сайте никакой информации про это нет, только вот про неустойку. Я так понимаю, неустойка это студенты делают? Мы же очень много, да, мы просто у нас сайт, мы многими направлениями занимаемся. Если это все максимально расписывать, просто у нас на сайт, наверное, не зайдешь, это будет нечитабельно. Мы, видите, с вами в диалоге выяснили, что это мы можем делать. Сейчас все-таки с неустойки обращаются. Хорошо, скажите еще такой вот вопрос. Я обращусь, да, у вас будет человек, который будет давать консультацию. Если консультацию он на основании чего будет давать? На основании судов, право нарушенного? Прогрешение будет, что, простите? Я имею в виду, вот я ему говорю, вот мне надо выяснить, да, там, мои возможности и так далее. Он на основании законов будет давать или на основании какого-то опыта? Нет, нет, это ссылки на нормы права и, безусловно, на его судебной практике, конечно. Более того, если вам, например, жизненно необходимо будет именно посмотреть эту практику, да, то мы можем вам скинуть никаких проблем. Ну, то есть я имею в виду в диалоге, если он мне что-то скажет, он мне подтвердит нормы закона, правильно? Только так, ну, конечно. Я понял. Спасибо, спасибо большое. Подумайте. Да, конечно. Да, если что-то не тем, да, всего хорошего. До свидания. Вот тут, дорогие мои, выражаю огромный респект компании Жорин и партнеры. Они в своих консультациях, в отличие от Антона Долгих, всеизвестного юриста, дают ссылки на нормы. Это замечательно, это то, что нужно любому человеку, который не знает закон, который обращается к юристу, чтобы тот направил в нужное русло. Вот здесь молодцы. Ну, конечно же, они не делают эти услуги письменно, поэтому наговорить они смогут все, что угодно. Могут выдумать вымышленные какие-нибудь федеральные законы, новые статьи Конституции, и ничего им за это не будет. Доказать этого вы никак не сможете. И они потом, в случае чего, скажут, нет, мы вам такого не говорили. Давайте так. Если вы нормальный, сообразительный потребитель, который дружит с головой и с логикой, то вывод здесь однозначный. Любую услугу, любой товар должен быть какой-то договор или оферта, по которой четко понятно, какой результат вы получите. Чтобы вы смогли потом обжаловать это, чтобы вы смогли сказать какие-то претензии, предъявить, забрать деньги, заставить дорабатывать и так далее. Но тут, исходя из того, что договор устный, результат устный, никаких претензий быть не может. Поэтому тысячу раз подумайте, прежде чем покупать вот такую непонятную услугу за 5000 рублей. Лично я считаю, что нормальный юрист, нормальный адвокат вообще не должен продавать вот такую вот непонятную услугу. Сами такие юристы говорят, что такие документы нельзя делать, вас обманули, вас кинули. И сами то же самое делают. Вывод такой, кто продает такие услуги, тоже являются барыгами, мошенниками, жуликами, как хотите их называйте. Что касательно вот услуги судебных каких-то разборок по просрочке передачи квартиры. Во-первых, у Жорина это очень дорого. А во-вторых, это все-таки Жорин и партнеры. Есть большое имя, есть популярность, есть какие-то выигранные дела, есть проигранные, неважно. Но это имя, это статус адвоката, между прочим. И вот такие вот умные статусные ребята делают самый легкий вопрос в строительстве. Куда сложнее вопросы с разницей площадью, куда сложнее вопросы со строительными недостатками или с навязанными услугами. Но они взяли самое простое. Чтобы вы понимали, насколько это просто. В суде рассматриваются всего лишь два документа. Договор ДДУ, где прописано четко крайний срок передачи. И подписанный акт приема передачи. Если его нету, то даже его не рассматривают. По факту смотрят, еще не передали, значит все. Очень легко, никаких разбирательств, никаких судебных экспертиз. И вот, собственно, мы подошли вплотную к тому случае, о котором я говорил в самом начале ролика. Где-то полтора года назад ко мне обратился человек, его тоже зовут Павел. И он сказал, у меня полтора года просрочки. Мне не передают квартиру уже полтора года. Вот сейчас вроде бы все нам передают. И говорит, надо судиться, надо разобраться с ними с просрочкой. Я, конечно, говорю, да, таким занимаемся. Мой ценник там, условно говоря, 50 тысяч рублей. Он говорит, нету денег, помогай так. Естественно, я отказался. Я ему так и сказал, да, бесплатные какие-то советы могу дать, но разбираться с документами, писать претензии, иски, это все за деньги. У него денег не было, и он решил воспользоваться просто моими советами. Он сам, не имея никакого опыта, никакого понимания, как все это делается, стал разбираться. Он залез в интернет, посмотрел какие-то типовые обращения, посмотрел ситуации, задавал мне какие-то вопросы. Крайне мало я ему давал советов, крайне мало только направления, в котором нужно двигаться. Ни претензий ему не смотрел, не исправлял его уже какие-то готовые претензии, ничего. Он все сделал сам. Итог. Он подал в суд первая инстанция. Кстати, он не для себя даже, а для своей мамы. И вот у него мама, еще меньше понимая в этом всем, пошла с его документами, которые он приготовил, пришла в суд. Судья у нее спрашивает, ну что хотите, рассказывайте. Ну вот там типа вот все прописано. Судья понял, что там нет понимания какого-то, как это все обстоит, что люди в первый раз вообще в суде. И удовлетворил исковые требования примерно на 50%. Итого, если они просили где-то полтора миллиона, суд им одобрил 700 тысяч рублей. Вот так. Победа буквально за один-два заседания. Естественно, этот молодой человек, Павел, пишет мне вот так вот какой-то результат, классный или нет. Я говорю, хорошо, давайте проанализируем судебное решение. И смотрим. Да, действительно, требования были полтора миллиона, одобрили 700. Ссылаются на 333-ю, как всегда. Это когда ответчик говорит, ой, они так много денег получат. Это получается, это не компенсация какая-то, это уже заработок какой-то. Поэтому не дадим им вот все, что они требуют, а давайте срежем. Так скажем, раз в 10. 5 тысяч рублей им достаточно. И вот судья говорит, ладно, хорошо, и срезали. Но расчетов, в соответствии с чем они вообще решили, почему они решили, что именно вот такую надо сумму, почему 700, а не 900, почему 700, а не миллион 200, или почему вообще не 30 тысяч рублей, почему никакого расчета не было. Исходя из пленумов, исходя из каких-то других решений верховных судов, четко прописано. Они должны объяснить свою позицию. Исходя там на какую-нибудь ставку рефинансирования, исходя из ставки кредитования и так далее. Ну как-то обосновать. Никакой калькуляции не было. Поэтому я сказал, смело иди в обжалование, в апелляцию. И этот человек без моего руководства, без каких-то опять составлений документов сам пошел в апелляцию. Сам зашел в какие-то ресурсы, Яндекс, Гугл, посмотрел бланки, посмотрел условия, при которых это все можно делать, посмотрел, как составлять и на что ссылаться, и подал апелляцию. Через некоторое время случилась апелляция. И точно так же его мама пришла и сказала, вот там все написано, давайте, ну не знаю. Выиграли суд, добавили еще 200 тысяч рублей. Вот так вот, мои дорогие друзья, происходит это у нормальных людей. И не надо было ему платить 150 тысяч рублей Жорину за такую вот высококвалифицированную услугу. Ну а чтобы вы не думали, что это все вымышленная история, ниже в описании к ролику вы найдете ссылку, ссылку на его страницу в ВК. Я даже попросил человека сделать пост, опубликовать решение суда. И даже если он не опубликует судебный иск, который он подавал, и апелляционный иск, можете написать ему в личку, он обязательно вам скинет. Поэтому обращайтесь и не надо зацикливаться на этой просрочке, как будто это что-то такое великое. Это все элементарно. Даже не студент юрфака, а обычный парень совсем с другой области смог победить и целый миллион рублей документально, конечно, забрать. Еще не факт, что получится забрать, потому что там очень тяжелая ситуация с застройщиком, но не со всеми застройщиками такая ерунда. Поэтому дерзайте, мудрейте, не слушайте всяких жуликов, юристов и адвокатов. Все есть в интернете, это не так уж сложно. На этом, дорогие мои, все. Я рассказал, что у меня было на сердце, надеюсь, это вам было полезно. Если вам понравилось, ставьте лайк обязательно. Если есть какие-то спорные вопросы, пишите комментарии. Если не согласны со мной, тоже пишите комментарии. Ну, не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы любое видео, когда появляется, у вас приходили уведомления.